Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этим канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик и предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, известный журналист Михаил Кацин. Не привеличите, Константин Танч. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Константин Танч, на мой скромный канал, будем вам очень и очень признательны. Ну что же, Константин Танч, давайте с вами пройдём по темам, тем более тем предостаточно, но вначале, конечно, визита Владимира Путина, который он совершил в Азербайджан, а из Азербайджана он поехал в Чечню впервые за 13 лет. Вот как вы оцениваете вот эти вот несколько визитов, которые совершил Владимир Путин, чем они для вас примечательны? Ну, Путин находится в такой сложной ситуации, изоляции. Он военный преступник, и для него такого рода поездки, дипломатическая, так сказать, активность, работа – это то, что ему нужно для самоутверждения. В большей степени эти визиты необходимы для него, для того, чтобы показать, что он всё ещё мировой лидер. Он же ведь утверждает, что он руководитель сверхдержавы. Россия уже перестала быть той сверхдержавой, которая была в момент прихода его к власти. Но показывать это, демонстрировать, виртуализировать – он хочет и делает это. Эффективность визита в Азербайджан очень низкая. Значит, это формальные соглашения. Азербайджану выгодно сотрудничество с Россией. Вообще всем нормальным государствам необходимо сотрудничество. Мир очень маленький стал Азербайджану для того, чтобы перегонять газ от своих месторождений в Европу. Очень полезно России. Вступление в БРИКС, которое не приветствовалось со стороны России для Турции, значит, для Азербайджана вроде бы произошло. Это необходимо Азербайджану. И это цена для Путина признания его лидером, мировым лидером, не ареста, что ли, Путина. Потому что опасность ареста оценивается, ну, экспертами, во всяком случае, очень реалистично. Каждый раз, когда он отправляется куда бы то ни было, в общем, это оценивается как главная опасность. Вот, ну, видимо, удалось в Азербайджане решить эту проблему. Как вы понимаете, в Чеченской республике этой проблемы практически нет. Константинович, если мы говорим о подписанных соглашениях, вы наверняка в курсе скандала, который разразился в Украине среди части общественности, которая чуть ли не призвала бойкотировать заправки Сакар. Очень такие красивые, яркие заправки. И, значит, все возмутились, мол, как это так? Коспром с Сакаром подписывает какое-то соглашение. Это в тот момент, когда государство агрессор России убивает украинцев. И при этом как-то, ну, все забыли о том, что, собственно, сейчас ведутся переговоры с Азербайджаном, чтобы Азербайджан качал свой газ через украинскую ГТС, когда договоренности с Россией завершатся. А мы понимаем, азербайджанский газ, в основном говоря, это российский газ с лейблой «Азербайджан». Так? Поэтому, скажем, реакция части общественности, она очень странная. Ну, естественно, что украинская власть не подогрела никак этот скандал, но что меня в этой ситуации больше всего заинтересовало? Не кажется ли вам, что, скажем, одна из главных проблем, которая сейчас мешает Украине развиваться, возможно, будет мешать в будущем, это, скажем, искаженное представление реальности? Ну, вот, например, 99% украинцев уверены в том, что демократы хотят победы Украины, а республиканцы нет. Вы знаете, эта точка зрения, она действительно бытует в Украине, абсолютно взятая с потолка. Далее, идёт Третья мировая война. Но если идёт Третья мировая война, как же тогда можно сотрудничать и взаимодействовать другим странам с агрессором России? Ну, а по факту мы понимаем, что нет никакой Третьей мировой войны, даже пресс они не пишут. Пишут как о региональном конфликте между Россией и Украиной. А здесь, в Украине, ну, скажем, большая часть общества считает, что идёт Третья мировая война. И ряд публицистов подогревают эти ощущения. То есть, короче говоря, не кажется ли вам, что вот когда ты живёшь вне реальности, либо с искажённым представителями реальности, это мешает тебе добиваться успеха? Да, вы правы, это очень опасная ситуация. И призывы к реалистичной оценке, ну, вот, с моей стороны, они вызывают, к сожалению, около Зеленского, среди его экспертов, ну, такую негативную реакцию. Я уже с вами говорил об этом. Чего там слушать этих трампистов? Они не хотят добра Украине. Ну, вот, отсутствие реалистичной, оценки реалистичной ситуации привело к тому, что началась эта война, и эта война ведётся, ну, неэффективно, я бы так сказал. Оценка того, что демократическая партия не находится в полной мере на стороне Украины, и, как следствие НАТО, часть НАТО, во всяком случае. Ну, воспринималось руководством Украины негативно. Доминируют пропагандистские установки. Ну, вот, знаете, это следствие ментальности вот этой советской, подверженность пропагандистской кампании. Я довольно часто слышу, что украинцы стали, во всяком случае, совсем другими, они освободились от этой советской ментальности. Но то, о чём вы говорите, не подтверждают этого, мягко скажем. Вот, это значит, что пропагандистская кампания, которая, ну, отравляет сознание граждан Украины, она продолжается, и отсутствие реальности в оценке ситуации приводит к, ну, неудачам, вот этот призыв в начале года, к началу переговоров, ну, не избежать этих переговоров, понимаете. Это придётся договариваться. Но откладывание этих переговоров приводит к гибели людей, к потерям территории, к сложной ситуации для Украины. Но это тоже отсутствие, ну, прагматичной, реалистичной оценки ситуации, к сожалению. И то, что меня ещё больше волнует, это то, что сама власть в Украине, Зеленский, его окружение, они подвержены воздействию пропагандистской кампании. Вот эти, там происходят эпизодические какие-то всплески понимания, что ли, реальной ситуации, когда Зеленский говорит о том, что Украину предают союзники, вот. Но всё это так редко, и, ну, ничего кроме вот этих всплесков я не вижу. Необходимо принимать какие-то довольно сложные решения, и этого тоже нет. Знаете, Костянтанч, парадоксальная ситуация, конечно, происходит. Он говорит, я вот тут слушаю некоторых украинских, ну, там, журналистов, публицистов, и они всерьёз думают, что они влияют на американскую избирательную кампанию. Ну, вот есть, там, скажем, некоторые люди, ну, вот возьмём, например, журналиста, есть такой Алексей Печёный журналист, он, значит, постоянно критикует республиканцев. Ну, опять же, меня в этой ситуации просто как-то забавляет то, что действительно есть ощущение того, что ты, если будешь критиковать республиканцев, они проиграют, ну, там, к Трампу. А второе, это, скажем, то, что меня настраживает, это то, что Украина снова начинает играть в американские выборы. Ну, вот мне кажется, что это не есть хорошо, да, потому что, скажем, Украина должна же рассчитывать на поддержку двух партий, и неизвестно, кто ещё победит на президентских выборах. Ну, зачем так подыгрывать, скажем так, демократам, при том, что демократам это, в принципе, не нужно, но в конечном итоге, ну, это вредит стране, на мой взгляд, вообще участие в американских выборах. Как вы считаете? Ну, мне кажется, что это всё-таки в большей степени демонстрация лояльности демократической партии со стороны руководства Украины, ну, и журналистов, которые считают, что они таким образом помогают, что ли, Украине. Влияние Украины или фактора Украины на выборы в Соединённых Штатах благодаря действиям демократической партии не просто минимальной, а исчезающей малой. И это всё делается скорее для воздействия, пропагандистского воздействия на собственных граждан. В условиях, когда только благодаря республиканской партии, демократическая партия вынуждена помогать Украине и совершать какие-то необходимые украинные действия, продолжать поддерживать демократическую администрацию, ну, просто недальновидно. Тем более, что, да, вот сейчас закончился съезд демократической партии, и стало совершенно очевидно, что она не просто проигрывает эти выборы, она их с треском проигрывает, демократическая партия. Надежд, так сказать, никаких. Вот, и, ну, то есть надежда только на фальсификации, как на прошлых выборах. В этом смысле ориентация на демократическую партию, Зеленского, его окружение, ну, это просто отсутствие профессионализма. Ну, вот, глядя даже на Олива, о котором мы с вами говорили, который сотрудничает с НАТО, с Украиной, понимаете, и он вступает в какие-то прагматичные отношения с Путиным. Это и есть многовекторная политика. Вот. То, что мы видим от руководства Украины, это все-таки очень много непрофессиональных действий, включая, кстати говоря, вот эту пропагандистскую кампанию не очень длинновидную. Роберт Кеннеди, 70-летний юрист, который принимает участие в избирательной кампании Соединенных Штатов Америки, готовится сняться в пользу Дональда Трампа. То есть понятно, что у Кеннеди нет денег, у него нет никаких шансов, без партийной машины в Америке невозможно выиграть. И вот он готов, очевидно, сниматься в пользу Трампа. Что это прибавит Трампа, как вы считаете? У Роберта Кеннеди был довольно высокий рейтинг, а в начале кампании почти 10%. Сейчас он пониже 4,7%. Но все-таки он существенный. На одном из выступлений Трамп сообщил о том, что этот вопрос рассматривается, и, возможно, Кеннеди будет предоставлена какая-то позиция в администрации после выборов. Он такой необычный очень политик. Он, как здесь говорят, оригинальный или странный. Он, например, сторонник почти всех теорий заговора, которые существуют вообще здесь в Соединенных Штатах. Он антиваксер. Против вакцинации выступает. Ну, много факторов, которые он поддерживает. Но, с другой стороны, понимаете, его позиция по отношению к вот этому дип-стейт, она во многом напоминает позицию самого Трампа. То есть, Трамп побеждает, но чтобы сделать эту победу более уверенной, значит, он идет на… Республиканская партия идет на сотрудничество с независимым кандидатом. Трамп в этой избирательной кампании противостоит не только демократической партии. Он противостоит фактору совершенно новому и совершенно не американскому – это фальсификации на выборах. Вот. И в этом смысле все возможные формы сотрудничества используются. На самом деле, если этот фактор фальсификации начнет действовать, последствия его могут быть очень опасными для Соединенных Штатов в целом. Понимаете, это такой фактор, который может вызвать очень сложный переходной процесс. Опасность гражданской войны. Ну, это так называется. Вот, но представьте себе ситуацию, что республиканская партия побеждает. То есть, она уже побеждает. Это видно по социологии. Очевидно, побеждает. Но в результате фальсификации возникает вот эта ступенька Байдена в самый последний момент вброс огромного числа бюллетеней. Или Камала Харрис тоже странная ситуация. Она один из участников электорального процесса выборов, но она же будет сертифицировать выборщиков. Должна сертифицировать. Вице-президент. Да. Как вице-президент в нижней палате Конгресса. Я не думаю, что демократическая партия решится на вот эту высокую степень нестабильности породить. Но пока то, что они делают, заявляют. Я думал, кстати, мы о съезде будем говорить. Мы затронем съезд. Я потратил три дня. Вы себе представляете. Я слушал выступления почти всех для того, чтобы понять, как демократическая партия относится к возможным проигрышам. И я понял, что они понимают, что проигрывают, но готовятся к борьбе, если не на правовой площадке, так сказать, послевыборной, за выборщиков, то уж точно после инаугурации Трампа, как это было в 2016 году. То есть республиканцы победили, но демократическая партия получила большинство в Нижней Палате и, в общем, отравляла почти весь срок президентства Трампа. Есен Антонович, вот сейчас, когда было 25-летие Путина, мы с вами обсуждали, и, конечно, мы обсуждали в том числе этот факт, что Ельцин досрочно привел Путина к власти, тем самым во многом спутав карты после парламентских выборов, потому что понятно, что Путин, будучи премьер-министром, это один кандидат, а Путин, исполняющий обязанности президента, это совершенно другой статус. Вот работает ли эта же история в Соединённых Штатах Америки, когда, например, исполняющий обязанности президента имеет больше шансов победить, потому что есть, скажем, группа в обществе, страта общества, срез общества, который готов голосовать за человека просто потому, что он во власти. Ну, это так называемая провластная группа. Либо всё-таки в Соединённых Штатах это правило не работает, и вообще, на Ваш взгляд, что выгонить сейчас демократам держать Камалу Харрис как вице-президента, чтобы она нашла кандидат при действующем президенте Байдене, либо всё-таки сделать Харрис исполняющим обязанности президента. Ну, это безразлично. Байден в большей степени, чем какой бы то ни был президент предыдущий, не участвующий в следующих выборах, он в большей степени хромая утка, чем кто бы то ни был. Понимаете, он не принимает участия. Подвижение Камалу Харрис было результатом, как я понял, отказа фактически реалистичных кандидатов, таких как Мишель Обама, Хиллари Клинтон, там были ещё кандидаты от участия в выборах. Значит, было очевидно, что это проигрыш. А там же ещё, извините, Константинович, там же ещё был такой фактор, как избирательный фон, насколько я понимаю, если бы не только Байден, условно говоря, снялся, но, естественно, и Камала не выдвигалась, тогда бы все деньги, они должны были быть к тому времени возвращены донором. Фактора денег там почти не было. Он используется, и вот говорится сейчас очень много о том, что Камала Харрис совершила такой подвиг, такой скорости сбора денег не было, не демонстрировал никто и никогда. Но он вторичен здесь, этот фактор, спонсор демократической партии, которая оплачивали вот эти антиизраильские выступления здесь Соединённых Штаток и в мире вообще, и в самом Израиле, кстати говоря, поддержка вот этих левых. Там нету проблемы с финансированием, она есть, она ограничена законами Соединённых Штатов, но в принципе этот фактор не очень важный. Главная проблема, то, что они не успевали и не успели раскрутить Камалу Харрис, и те неопределившиеся кандидаты, которые не интересуются политикой, и им они просто не успели сообщить, новой пропагандистской кампании не успели сообщить о том, что новый кандидат от демократической партии. Поэтому нет никаких шансов, только фальсификация. Это единственный шанс, который, с другой стороны, демократы боятся использовать, потому что в случае проигрыша это же ведь всё будет расследовано. Об этом довольно много говорится, что Трамп собирается формировать, как здесь говорят, офис возмездия. А за, в общем, действительно серьёзные и большие преступления, которые совершались в период правления демократической партии. Катерин Иванович, я в завершении вам задам вопрос всё-таки по съезду. Мне показалось, что во многом атмосфера была такая шапка закидательская. Но, с другой стороны, это, конечно, стилистика американских выборов. То есть, американская политика, вообще, это, наверное, даже стилистика где-то американского образа жизни. Ты должен верить в мечту, ты должен демонстрировать всегда успешный успех, как у нас принято говорить. То есть, здесь есть что-то американское. Всё-таки даже среди этого американского образа, скажем, мысли и жизни выделялся съезд каким-то шапкозакидательством. Само вам как показалось. Нет, ну, это не шапка закидательства. Вы неверно оцениваете. Демократическая партия не может предложить американскому народу никакой позитивной программы ни в области экономики, ни в области политической системы. вопрос, который задавался экспертом Камала Харрис. И, в общем, ей самой. Значит, какая экономическая программа? Ну, экономическая программа, ну, вот как она это произносит. Это поддержка среднего класса. Как эта поддержка будет осуществляться? Ну, вот цены. Будем регулировать цены. Ну, понимаете, заявление о регулировании цен – это, ну, совсем не американская, так сказать, история. Это, ну, съезд, знаете, вот 17-й съезд КПСС, вы называли это «съезд победителей». Вот это там прицепилось к нему или съезд расстрелянных. Вот, это съезд отчаяния. Отчаянного понимания того, что выборы проиграны, заменять кандидата надо было значительно раньше, и фальсификации, которые, возможно, по инерции будут сделаны во время выборов, ну, они будут предметом расследования. Тут тоже особенно надеяться на то, что республиканцы, как и в прошлый раз, безразлично будут глядеть на действия демократической партии. На это рассчитывать демократам, пожалуй, не стоит. Константин Танч, я вам благодарен за это интервью. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал Константин Танча Боровова на мой YouTube-канал. Будем вам очень признательны. Константин Танч, огромное спасибо за интервью. Друзья, до новых встреч. Спасибо большое Константин Танчу. Константин Танча Боровова